Всем привет, девчонки! Я очень тороплюсь, но тем не менее, я хотела бы вместе с вами приготовить очень классный торт, который в Польше называется Беза Павлова. Я не уверена, что это именно так звучит по-русски, но в общем, это очень быстрый рецепт. И основой всего является безе. Нам понадобится 6 яиц, я хоть есть в кадре, есть комнатные температуры. И сейчас отделяем белки. Я быстро это сделаю. Холодные белки будут не так хорошо взбиваться. Дальше подготовьте 300 грамм сахара, именно мелкого, крахмал. Там буквально то ли ложка, то ли ложечка. Я сейчас все по порядку расскажу. Вот, и щепотку соли. Также нам понадобятся фрукты, маскарпоне и также сливки. Вот именно жирные. 36%. По-моему, Том их 36% не нашел, но 30% тоже сойдет. Будет не так жирно. У нас сегодня годовщина. 6 лет в браке. Хотя на самом деле мы 10 лет вместе. Девчонки, извините, что я не в кадре, у меня нет времени выставлять сейчас. Все, я еще в халате. Тут такая самая накрашенная. Короче, короче, короче. Белки есть. Взбиваем. Щепотка соли и поехали. Девчонки, у меня не самая подходящая для этого миска и этот миксер, но тем не менее. Я буду стараться. Теперь, когда белки взбиты, берем сахар. Все пропорции я укажу в инфобоксе, чтобы я сейчас ничего не напутала. Значит, смотрите, по одной ложке добавляем и продолжаем взбивать. То есть не сразу все бабахнет, а постепенно. У меня такая удобная мерка, я ее как-то купила. И, конечно, она меня спасает, вот когда мне не хочется вообще, типа, думать, знаете, что к чему. Просто отмеряю и готовлю все быстро. Девчонки, пока мы взбиваем наше безе, нагреваем духовку до температуры 150 градусов. С термообдувом. Блин, как это по-русски? Я, короче, как всегда со своими первыми. Но вы меня понимаете, да? Чуть не забыла включить камеру. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока и 1 чайную ложку крахмала. И дальше все перемешиваем какой-то лопаткой, уже не миксером. У нас должна получиться такая густая, блестящая масса. Теперь нам понадобится бумага для выпекания. И найдите у себя дома что-то круглое. Я просто использовала вот эту миску, перевернула ее, обвела. И чтобы маркер, чем вы там будете пользоваться, не отпечатался, я просто перевернула все это дело. Но зато у меня есть ориентир. И начинаем выкладывать нашу массу. Так, я думаю, что она будет немножко растекаться, поэтому я сделаю такую горку. Те, кто постоянно печет и что-то такое готовит, экспериментирует, наверное, сейчас смотрят на меня, думаю, господи. Две левые руки. Девчонки, ну, честно признаюсь, что я там какие-то блинчики постоянно делаю, что-то простое. Но вот такие штуки, это, конечно, для меня черная магия. О! Так, немножко расплюснуть все это дело. Наше безе, конечно же, упадет во время выпечки. Ничего страшного, потому что внутри у нас все равно будет крем. И поэтому изначально я уже сделаю такое пространство внутри. И особо как-то не буду стараться. Мне нравится, когда безе такое натурально, скажем так, неровное. Когда какие-то бугорки на нем, что-то там. Я не буду его красиво приглаживать. Дальше отправляем наше безе в духовку. И напоминаю, что духовка была нагрета до 150 градусов. Но как только вы помещаете эту массу в духовку, то сразу же снижаем температуру до 100-110 градусов. Я никогда не делала безе в моей духовке, поэтому я буду наблюдать. И сначала поставлю температуру пониже. И безе будет запекаться от 2 до 2,5 часов. И вот спустя 2 часа я буду следить за тем, что же тут у меня происходит. Потому что я бы не хотела, чтобы это все сгорело. Пока безе запекается, я займусь кремом. И сейчас уже помою ягоды, нарежу клубнику. Я понимаю, что это, наверное, не самый сезонный рецепт. Но если у вас ничего такого нет, то можно взять даже, к примеру, консервированные персики, что-то такое, или груши. И очень красиво это смотрится, когда в нескольких цветах ягоды. У меня есть малины, клубника, потом голубика и ежина. Ежевика, вот. Теперь сделаю крем, а сама пойду собираться. Кстати, если вы думали, что сделать с желтками, то очень вкусный пудинг. По-моему, я даже как-то показывала вам рецепт. Но я думаю, что Google вам все подскажет. Нам понадобится 250 грамм маскарпоне и 250 грамм сливок. Тома купил 30%, хотя я просила 30%, и вместо 250 грамм он купил все равно одну упаковку. Ладно, я не разведусь с ним из-за этого. Еще сахарная пудра. Так как безе само по себе очень сладкое, сейчас свежи волосы, то я все-таки положу небольшое количество сахара. Прям в рецепте было 3 ложки. Мне кажется, что 3 ложки это много. Поэтому я возьму 2 ложки сахарной пудры, даже меньше, наверное, полторы. И этого будет предостаточно. Все взбиваем и ждем, когда наше безе запечется. Вот, охлаждаем его и будем собирать торт. Безе уже остыла. Оказалось, что у меня нет ни одной идеально плоской тарелки такого размера. Поэтому я решила поместить все это дело на досочку, которую я довольно редко использую. Поэтому она такая, ну, практически как новая. Я думаю, что никто не обидится. Безе скилла, я сказала. Теперь беру крем. Очень классно, что я добавила так мало сахара, потому что он и так жирный, и безе очень сладкое. Начинаю все выкладывать. Постараюсь делать аккуратненько, чтобы безе не завалилось полностью. Ой, это так просто, девчонки, и так вкусно, что пальчики оближешь. Я думаю, что когда я несколько раз сделаю такой торт, я научусь делать побольше ямочку, чтобы, знаете, прям получилась такая окантовка из безе. Но все впереди, дайте мне шанс. Окей, теперь ягоды буду потихоньку выкладывать. Клубника. У меня довольно много разных. Все классно, только как я это довезу? Кто-то мне может сказать? Черт. Я об этом не подумала. Но продолжаю накладывать ягоды. Ну что, девчонки, можете меня поздравить. Мой первый в жизни торт готов. И я не знаю, у вас тоже так или нет, но пока ты что-то приготовишь, потом, когда садишься есть, тебе вообще не хочется. Я не знаю, почему так. Ну, короче, я, наверное, попробую, потому что так нужно. Но я миллион раз облизала ложку. Уже потихоньку все начинают готовиться к праздникам. В магазинах появляются и новогодние игрушки, и подарки. А, Игнат, я тебя прошу, закрой. Капуста. Капуста, да. Закрой, Игнашка. Капуста. Игнашка, не открывай, пожалуйста. Ну вот в форме капусты я что-то как-то не понимаю такого. Хотя летом, наверное, будет выглядеть прикольно. У меня есть несколько тарелок, соусницы я вам показывала из одной из вот этих коллекций. И очень красивые такие большие миски. И сейчас тоже кое-что взяла, я думаю, что позже вам покажу. В этом году у нас снова будет Вигилия, то есть Рождество мы будем праздновать у нас. У меня не было ничего, на что можно было бы красиво поставить какой-то форт по-польски. Вот это называется Патера, а по-русски, подскажите, забываю, страшно, конечно. И набрала целую коляску, и сейчас будем проверять, надо или не надо мне это все. Новогодняя атрибутика пока что меня не привлекает. Я хотела бы купить огромный шар, помните, в прошлом году он у нас разбился, надо будет поискать какой-то пластиковый. Мне очень понравился вот этот олень, но он какой-то такой большой. Зайк я тоже покупала здесь, вот этот подсвечник, который многим из вас нравится. И все, хожу-хожу вокруг оленья, думаю, взять. Нет, зайками тоже так было. Взяла и перед закрытием магазина буквально ухватила за копейки. Красивые такие снежные шары, элегантные. У меня был один такой красивый, мальчишки его разбили. И я знаю, что вот сейчас, если их не купить, то потом их не будет. Их очень быстро разбирают. А у нас как бы сегодня 20 ноября... Ой, октября, ну что я говорю, совсем потерялась. И здесь много всяких. Боже! Захар! Класс! Боже, какой ужас! Подожди, Захар, мама отойдет, хочу тебя полностью показать. Стой! Ой, это скелет динозавра какого-то. У мальчиков проходит Хэллоуин, и нам надо купить костюмы. Мы пришли сюда, и, по-моему, Захар уже нашел идеальный костюм для него. Мальчики такие мальчики. А где твоя обувь, Игна? Боже, Захар. Всякие подсвечники, вазочки. Этого так много. Я подумываю о том, чтобы заняться дизайном интерьера. Очень нравятся такие часы. Пока что они нам не нужны. Но я не люблю захламлять. И вот, посмотрите, тоже как красиво. Мне нравится, что в Тикой Макс вот эти этикетки быстро смываются просто теплой водой. Вот так даже просто украсить туалетный столик. Ой, что-то я открутила. Ладно, оставим в покое. С этой стороны тоже куча всего. С этой стороны, посмотрите, какие-то чаши. Ой, чего только нет. И столики. Причем, когда я вижу каждую отдельную деталь, я представляю ее в абсолютно разном интерьере. Смотрите, какой стильный. Нам домой он вообще не идет. Такой столик. Но я без проблем могу представлять интерьеры абсолютно в другом стиле. Но, во всяком случае, у меня в голове вырисовываются разные картинки. Вовсе не обязательно должно быть именно так, как у нас. Потому что наш дом должен нравиться и подходить конкретно нам. И вот эта лампа крутая. Вот ее бы подарить моему брату. Он был бы в восторге. Стулья какие-то. И кресла здесь. Столы. Ну, море вдохновения. Что-то сказать. Наконец-то наступила осень. И я могу носить все свои жакеты. И вот с поясом мне очень нравится. Вечно у меня эта сумка расстегнута. А ботиночки, чулки у меня из Zara. Тоже о них спрашиваете. А в прошлом году покупала похожие. И просто убила их, заносила. Помните, у меня есть кофточка, очень похожая на эту. Практически такая же. И вот так называется бренд. Они доставляют по всей Европе. Но просто именно здесь я купила ее гораздо дешевле. И вот у них бывают завоз во вторник или четверг. Ну, в Кракове так. Вот еще поменьше, наверное, модель. Хочу еще одну. Потому что я с таким удовольствием ее ношу. Сколько бы раз я ее не стирала, вот эти вот все штуки, они не портятся. Так что сейчас поищу какую-то новую модель для себя. И когда вы зайдете на их интернет-страницу, я оставлю ссылку внизу. Вы посмотрите, как много там разных расцветок и моделей. Потому что они расстегиваются, бывают с карманами. И, ну, короче, все они приблизительно в одном стиле. Есть и велюровые, всякие-всякие. Как только я появляюсь в этой кофте где-то, вы всегда спрашиваете, откуда же она. Еще я вспомнила, что у моего Томака есть куртка на китану. Не такая, как эта. Но просто хочу сказать, что здесь тоже есть. И он относил ее целую зиму. Все нормально. Они есть и потеплее. И вижу, что там тоже какая-то коричневая, синяя. Что я говорю? Сейчас хочу найти Захарчику куртку. Вот, смотрите, Майкл Корс. Только что видела Бенетон. И вот на 7 лет стоит она 300 злотых. Но при этом она теплая, зимняя. И вот тоже такая классная. Всего за 99 злотых. Надо делить где-то на 3,6. И тогда получится цена в долларах. Камера, скорее всего, не передаст этого. Но курточка дизель. Очень классного качества. Она такая плотная. И, кстати, цена у нее такая же, как в Заре. Но я не понимаю, зачем вот это уборство? Его можно отстегнуть, но это же тоже влияет на цену продукта. Ну зачем? Что мы купили? Очень страшное. Да. Захар, что у тебя там? Череп такой. Игнашка страшный рыцарь. Покажи, где у тебя там черепы есть. Где маши чашки? Игнаш. Где маши чашки? Нет, это у тебя такая, типа, как корон... А, там, наверное, тоже есть. Ага, черепа какие. И там... Кто Таиланд? Там у тебя череп есть, да? Страшный рыцарь Игнаша. Кстати, вот, казалось бы, да, зачем покупать на один раз? А мальчишки потом переодеваются и играются на самом деле. Покажитесь еще раз. Ну, как-то я не совсем одобряю то, что у них есть такой праздник в садике. Ну, а что поделать? Не будут же они белыми воронами. Все остальные будут в этих... в костюмах. Делюсь с вами своим уловом. Вы знаете, что я просто фанатею от всяких вещей для дома. Но я не просто так складирую это все. Мы действительно часто сервируем стол. У нас часто гости. И вообще, даже когда у нас просто обед, я люблю, чтобы это было накрыто красиво. И я должна вам сказать, что я все-таки снова куплю набор из Икеа. У нас уже немножко поразбивались тарелки. Можно докупить. Мы скучаем по ним. И в Икеа есть очень похожая коллекция. И вот это вот все будет очень хорошо сочетаться. Я говорила, что у меня уже есть несколько элементов. Вот именно с таким декором. И мне кажется, что он прям безупречно вписывается в наш дом. И в прошлом году мы просто не смогли купить такие тарелки в Икеа, как мы хотели. Поэтому взяли то, что было. Тут перед праздниками разметают все. Что, ну, мама? Будешь еще одевать? Только что мы их снимали. Ну, давай давать еще раз. Еще одна мисочка. Все-таки купила новогодний шар. У меня как-то был. И вы знаете, я от него настолько балдела, пока малыши его не разбили. Очень жаль. Ну, кстати, прошлое я тоже покупала в Тегаймаксе. Что поделать? Это дети. Иногда и такое случается. Сама виновата разрешила им посмотреть. Не то, чтобы поиграться, но, в общем, вы знаете, как это бывает. И вот такие мисочки. И вот, к примеру, я уверена в том, что у нас будет рыба на праздники. Это все нужно будет как-то подавать. И когда мы жарим шашлыки и всякое такое, вот эта вот форма, нам очень-очень пригодится. Полотенца кухонные захотелось обновить, а то они уже такие все выстиранные. И у нас уже есть вот такой набор, только разноцветный. На 6 персон. Я один раз докупала еще на 4 персоны. То есть на 10 у нас есть. И еще взяла на 4. Они не дешевые. Очень красивые вот эти вот вилки, ложки. Сейчас как родные мои ногти. Я очень люблю, когда столовые приборы. Прям какие-то такие стильные. Могут быть и обычные. Кому-то, может, все равно. Но я прям получаю искреннее эстетическое удовольствие, когда стол красиво накрыт. Когда я даже ем из чего-то такого. Может, я ненормальная. Ну, у каждого свои причуды. Так, поделюсь с вами своим идеальным рецептом блинов. Иногда я делаю их чуть тоньше, иногда чуть толще. Все зависит от того, насколько сильно я тороплюсь. И насколько мне хочется заморачиваться. Потому что деткам, по сути, все равно. Я беру 100 грамм самой обычной муки. Дальше нам понадобится 300 миллилитров молока. Два яйца. И такая хорошая щепотка соли. Причем сначала я смешиваю муку с яйцами и солью. Потихоньку доливаю молоком. Сразу все не нужно перемешивать. Иначе могут получиться такие комочки. Постепенно. И жарим потом это все на кокосовом масле или на сливочном. Кто что любит, мне нравится жарить на кокосовом. Я ничего против кокосового масла не имею. И мне кажется, что это все такой немножко черный пиар. Потому что для нас придумали, подготовили что-то новое. Музыка. Тесто должно получиться прям жидким. Но не переживайте. Зато блины будут очень нежными. И я не всегда такая элегантная готовлю. Просто малыши очень голодны. И мне нужно как можно скорее что-то приготовить. Тесто должно получиться прям таким очень жидким. И сейчас я делаю, ну, а-ля блины, наверное. Потому что они довольно толстенькие. Если вы думаете, всегда ли я готовлю такая элегантная. Нет. Просто мы приехали из торгового центра. Малыши очень голодны. И нужно было по-быстрому что-то сообразить. Вот такие красивые блины. У меня получается тесто безумно вкусное. Вы можете делать их больше диаметром. Или тоньше. В общем, it's up to you, да? А я поскорее кормлю мужчин. Так, а не руками, иди возьми билочку. Это надо, да, вот это аута. Нет. Ну, мам, это можешь. Маму надо любить не только за то, что мама тебе покупает машинки. Пятница, 6 часов вечера. Я только закрыла компьютер. Зато оказывается, что у Томика есть еще те кулинарные способности. В последнее время он очень много всего готовит. И сегодня у нас снова гриль. Да, его не останавливает то, что осень за окном будет жарить снаружи, а внутри будем есть. Приготовил соусы, купил всякие там вкусняшки. И салат сделал со шпинатом, такой, как я. И цветы купил. Но молодец. Я всегда знала, что у меня очень креативный муж. Говорит, смотри, как можно жарить гриль, не выходя из дома. Он просто открыл окно. Я покажу. Окно. Тут гриль, да. А тут утка в духовке. Да, никто не догадается. Да, еще булочки подготовил. С маслом и с чесноком. Еще мясо. Что это такое, Томик? Ягненчина. Ягненок с розмарином и гамбургер. А там кремлетки. Где? Ой, блин. Черепаха все еще есть. И креветки. Я такая голодная, что у меня даже нет настроения. Томик, меня надо срочно покормить. Я решила немного убраться в своем косметическом царстве. Кстати, декоративную косметику и уход я еще не разбирала. Если вам будет интересно, то дайте мне знать. Я с удовольствием запишу такое видео. Но вопрос, надо ли. Вот. Сейчас разбираю свои ароматы. И как-то слишком много у меня их. Но я много что дарю маме. Мы с ней меняемся. И сейчас я меняю свои летние ароматы на более зимние. Такие уютные, теплые, сладкие. Вот. Не упоминала его. Это Alien от Mugler. Потому что они чем-то похожи с Armani. Но если выбирать, то вот этот люблю больше. И также я вам говорила, что у меня остался аромат после битвы блогеров в Lancome. Вот так он выглядит с жасмином и с марципаном. И спасибо, что вы меня поправили и сказали, что не ирис, а ирис. Что это цветок такой. Но написано драже. И мне почему-то показалось, что как бы по логике это как карамельки. Ну, всю жизнь учишься. Ой, совсем забыла о том, что у меня здесь подарочный сертификат. Там как-то знакомые подарили. Вот этот поднос у меня из Ikea. И еще из Украины. Я давным-давно привезла очень красивую брошь, которую я вам показывала в инстаграме. И серьги. Сейчас такие нарядные, гламурные. Я прям четко представляю себя в каком-нибудь скромном черном платье или в том же смокинге. И вот эти серьги и брошь создавала моя зрительница. Мне очень приятно носить такие подарочки. Я вообще храню это как память. Иногда даже жалко чем-то пользоваться. Потому что, ну, это прям что-то, что дорого моему сердцу. Вот. И я куда-то их положила. Ну, точнее, я уже знаю куда. Долго не могла отыскать. Уже боялась, что где-то потеряла. И хотела вам также показать еще раз вот такую подставочку. Она мне настолько нравится. Я купила ее в TK Maxx. Ну, а где же еще? И в H&M Home. Я знаю, что сейчас есть и Zara Home, и H&M. Тоже в Украине. Можете посмотреть. Потому что так многим девочкам понравились вот эти подставки еще в прошлом году. Я как бы знаю, что солнечный свет и все дела. Большая часть ароматов и так хранится в шкафу или в моем комоде. Комодом я довольна. Он также из Икеа. И хотя бы самые любимые красуются у меня вот здесь. Готово. В ближайшее время мой комод будет выглядеть так. Потом по настроению буду что-то менять. Скорее всего, после отпуска начну добавлять какой-то новогодний декор. Так как я веду свой блог, мне хочется делиться с вами своими идеями чуть раньше, чтобы вы могли ими воспользоваться. И на самом деле очень классно, что такие обычные, какие-то простые поступки тоже вдохновляют вас. На этом буду заканчивать свой блог. Я надеюсь, что вам было интересно. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok